У меня как раз к Ангелу есть такой вопрос. То есть он может что-то сказать конкретное или он немного так абстрактно тоже мне расскажет на эту тему, как самореализоваться в жизни? Он вполне, вполне, возможно, может там что-то сказать, но Ангелы не любят за людей делать работу, то есть они не любят давать им готовые ответы. Ангелы, как правило, дают ключи, то есть направление, в котором нужно работать. Готовый ответ человек балует, то есть человеку нужно делать какую-то работу, чтобы к чему-то прийти. Если давать, предположим, готовые ключи, это не помогает человеку развивиться. У вас есть ребенок, да? Он спрашивает, сколько будет 2 плюс 2? Если вы говорите ему 4, то он не научится считать, у него есть штамп готовый, у него не отработала схема, как считать, и он считать не научится и ваш готовый ответ ему не поможет. И ваша задача не дать ему ответ готовый, а дать направление, в котором можно посчитать, то есть которому нужно работать, например, научить его считать. Так и Ангел, он не дает вам готовых ответов, как правило, он вас учит считать, показывает, дает там ключи, то есть, как этот механизм работает, направление, в котором, возможно, нужно работать, либо, ну, рассказы о ваших расшивках, либо неправильных склонностях, на которые, например, нужно в этот момент определить внимание, потому что ангел, он не имеет права за вас сделать выбор и не имеет права лишать вас вашего выбора и вашего творческого самопроявления, потому что зачастую, когда за человека, человеку дают всю информацию, человека извращают, то есть, ангел дает удочку, но не дает рыбу, а рыбу идут изредка, чтобы поддержать человека только в сложные моменты, хотите задать какой-то сложный вопрос, задайте, но поймите, что все ответы, которые дает ангел, это для того, чтобы не вы тешили свое самолюбие, для того, чтобы вы чему-то научились, не в себе что-то развили, чего-то ложного избавились, поэтому вопросы к нам должны быть важными, и они должны не просто быть любопытными, они должны быть важными в вашей жизни для того, чтобы вы самореализовались.